Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как упоминал ранее, как я получил загранпаспорт, при том, что мне еще нету 27 лет и я не служил. Многие ведь этим задаются вопросом, даже когда я собирался лететь в свой первый отпуск, у меня не было загранпаспорта и я везде читал, все мне говорили, что для загранпаспорта нужен, конечно же, обязательно военный билет и без этого никуда. Но когда я начал углубляться, опять же таки, почитал много информации в интернете, зашел на разные сайты и самое прикольное, что больше всего мне помог этот сайт Пикабу. Там я нашел статью 2014 или 2015 года, по-моему. То есть статья было уже, по-моему, года 4 точно. Это говорю о том, что да, я был прям уверен, что статья очень старая, но после этого я начал читать комментарии и там внизу мне писали под ними, что да, эта схема работает и да, на самом деле я точно так же и сделал. Почему я так сделал? Потому что все банально просто. То есть там не надо было идти в военкомат за справками. В общем, есть два просто загранпаспорта. Это новый образец и старый образец. Новый образец, когда у тебя нет военного билета, он, блин, банально не подходит, потому что я везде читал, что там нужно больше справок, там отпечатки пальцев и прям требует военный билет, а загранпаспорт оформляется без всяких отпечатков пальцев и всего остального не на 10 лет, а на 5, и при этом он еще и подешевле. То есть если тебе нету 27, там тебе 21, 22, даже если тебе 19, ты можешь сделать на 5 лет, а впоследствии также еще раз обновить на старый или уже когда тебе будет 27, сделать новый. И там уже никаких совсем проблем не будет. У меня из дополнительных условий было то, что мне 22 года, я не служил, я нахожусь в другом городе в нашей стране, а я не стою здесь, не отмечаюсь в военкомате, я там не обучаюсь. Но, кстати, у меня есть приписное, не приписное, а, ну да, приписное уже называется, это синенькая маленькая бумажка, которую мне выдали, по-моему, в 18 лет, когда мы нас со школы возили в этот военкомат всех специально. И все, после этого я там, короче, не появлялся. Сразу к делу, что нужно для того, чтобы получить загранпаспорт? Мы выбираем первое, не новый образец, а старый образец, потому что его получить легче и, скорее всего, никаких не будет проблем, как у меня и у тысячи там комментариев в разных статьях в интернете. Нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг, сейчас покажу. Ну, видно, не видно, сайт Госуслуги. Это все делается можно через браузер, можно через телефон, я все через телефон делаю. Сейчас где-нибудь сюда-сюда вставлю фотографии, как я переписывался, когда я получал загранпаспорт. Я прямо себе отфоткал, что я там создал заявку, что они там со мной поздоровались, поздравили меня, что я, например, вот заплатил госпошлину со скидкой не 2000 рублей, а 1400. Итак, короче, надо создать учетную запись на Госуслугах, это самый первый шаг. Потом нужно ее подтвердить. Подтверждаете через Сбербанк, ну и как я делал, то есть всего, чаще всего подтвердить через Сбербанк. Можно через МФЦ, если в МФЦ можно без проблем подтвердить. Как подтверждается, это все уже вам дается, когда вы начинаете регистрироваться на Госуслугах, заполняете там все данные, и вам говорят, как это подтвердить. Я вот делал это все через Сбербанк онлайн, то есть для этого нужна просто карточка Сбербанка и телефон, все. Да, и можно еще по почте России, кстати. Дальше в приложении заходите в каталог услуг, то есть это три стрелочки слева, в левом верхнем углу, там есть каталог услуг. Листаете примерно, чуть-чуть просто вниз листаете и нажимаете за гран-паспорт и выбираете старый образец. То есть тут сразу пишется, новый образец, это срок действия 10 лет, проход через границу быстрый, информация о детях не указывается. Госпошлина 5000 рублей. А вот старый образец, 5 лет, проход через границу в общем порядке, информацию о детях можно указать. Госпошлина 2000 рублей со скидкой, если вы платите через Госуслуги, 1400, да, по-моему, выходит, я уже показывал. Нажимаете старый образец и уже дальше все просто по порядку. На себя старше 18 лет. Там все загружается и здесь уже прям полностью информация. Получение заграничного паспорта со сроком действия 5 лет. Выберите тип получения услуги. Вот личное посещение подразделения главного управления по вопросам миграции МВД или электронная услуга. Выбирайте, конечно же, электронную услугу. То есть, если вкратце, что здесь первое, это выберите получение услуги. Второе, заполните заявление в электронном виде, внесение, внеся в него данные следующих документов. Паспорт, загранпаспорт, если был свидетельство, военный билет при наличии. И загрузите цветную либо черно-белую фотографию, да. Отправьте заявление и дождитесь результата его проверки. Оплатите госпошлину. Дождитесь в личном кабинете приглашения в подразделение МВД. Получение загранпаспорта гражданства РФ. Все, то есть, это заполняется все за 15 минут. После того, как я это заполнил, через несколько дней я прикладываю все скриншоты сюда. Я просто, так как я был в другом городе и сейчас нахожусь, я не знал, сколько мне будут делать, а отпуск уже приближался. Я не знал, успею я либо не успею. Так вот, я им сам лично написал, типа, здравствуйте, вот здесь это все есть, можете прочитать. Мне сказали, я бы где-то прочитал, что там от 2 до 4 месяцев делается загранпаспорт, если вы находитесь в другом городе. Если вы в своем городе, то это, блин, меньше, чем за месяц, за месяц точно делается. В итоге мне этот загранпаспорт, я начал его делать в феврале. И в марте он, короче, у меня уже был готов. Потом через какое-то время мне позвонили по телефону, представили, что они у этого УВД, ВМВД и прочего. Спросили про регистрацию, где я живу и какая у меня регистрация, где она. Спросили про военный билет, я сказал, что у меня военного билета нету, я обучаюсь. Ну, на самом деле нет. Они сказали, ну, все хорошо, тогда, если есть приписное, несите приписное. Я такой, ну, ладно, окей. При этом в интернете я-то вычитал, что можно его и не нести, а если несете, то это просто, чтобы показать, не знаю, зачем. Что бы было. Ну, и все, после этого вопросов у них никаких не было. Тем более скриншоты, вы видите, как я с ними общался. То есть все прошло очень быстро, с минимальным контактом. После того, как я это все заполнил, оплатил госпошлину, я пришел туда, в Екатеринбурге, там, за ботаникой у нас, в этот их центр. Простоял в очереди, получил загранпаспорт. Там сидел мужчина, я боялся, что он все это будет сейчас спрашивать про военный билет и прочее. Я не знал, что отвечать, поэтому, да, с собой взял его на всякий случай, это приписное. Да, он на самом деле меня спросил, где приписное. Есть там, служил, не служил, приписное. Я ему показал, вот у меня приписное. Я его там еще получил 18 лет, сейчас я обучаюсь. То есть вот сюда переехал, здесь учусь, все хорошо. Он такой, а все, ладно, окей. И то есть быстренько я его получил. После этого я уже ездил в три разных страны мира этого, поэтому, то есть пропускают, никаких проблем нет. Пробуйте, действуйте. Способ рабочий, даже вот сейчас, в 2020 году, потому что я перед этим роликом еще раз почитал в интернете. Все действуют примерно таким же способом. По поводу еще военного билета или загранпаспорта сотрудники при личных беседах начинают, ну там, или по телефону, или еще что-то. Говорят, что, например, может загранпаспорт этот делаться чуть дольше за счет того, что если вы не даете им этот военный билет или приписное сразу же, говорят, что это будет делаться дольше чуть-чуть, потому что они отправляют запрос в военкомат. Читал, что это даже, ну, нести это ничего не обязательно, потому что по закону они должны, ну, военкомат должен предоставить документ. Почему же я говорю, что сейчас это легко и это правда работает? Раньше, когда не было вот этого всего интернета и все остального, этим никто сильно не пользовался, нужно было приходить в военкомат и запрашивать у них справку для того, чтобы для получения загранпаспорта. Сейчас это делает вот госуслуги, сами МВД это все делают. То есть вам не нужно даже появляться там. Все это очень легко. Да, кстати, вот по поводу закона нашел. На портале госуслуг написано, если военный билет не выдавался, справку из военкомата МВД запросят самостоятельно. Согласно ПП 2П 117 глава 2 Федерального закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Ведомство не вправе требовать у гражданина данные документы. Подобные требования можно обжаловать. То есть в этом и фишка, что тебе не нужно идти в военкомат и просить у них какие-то документы. То есть это все делается онлайн, поэтому никаких проблем. Я показал, что да, паспорт у меня есть, переписку показал, все. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всем пока.